Приветствую вас! Для радиосвязи в быту, во время похода в путешествий, на охоте, на рыбалке и тому подобной существует отдельный вид радиостанции безлицензионные радиостанции. В России, в Европе такие радиостанции работают в диапазонах ЛПД и ПМР. Я продолжаю свой рассказ о подобных радиостанциях. Недавно я вам рассказывал о безлицензионной радиостанции ПМР диапазона Retevis RT649, а в этом видео расскажу о радиостанции RT649 с буквой П. По названию она очень похожа и внешне, конечно же, тоже напоминает ту радиостанцию, но на самом деле это совершенно другая радиостанция. Retevis RT649 это безлицензионная радиостанция, ее можно просто купить в магазине и сразу использовать, никаких разрешений на использование радиочастот получать не нужно. Она работает в диапазоне ПМР 446 МГц, имеет 16 каналов. Раньше этот диапазон ПМР предусматривал только 8 каналов, теперь его расширили и в нем целых 16 каналов. Вот эта радиостанция работает во всех 16 каналах. Естественно, выходная мощность ее полуватта, именно только такая мощность и разрешена в диапазоне ПМР. Как и в большинстве радиостанций, в этой радиостанции есть режим субтона, то есть кодированного шумоподавителя, который открывается только при наличии специального сигнала. И что самое главное, эта радиостанция выполнена в пылевлагозащищенном корпусе и, как обещает производитель, даже позволяет погружение в воду. То есть РТ649П это влагозащищенная ПМР радиостанция. Корпус этой радиостанции имеет вот такой внешний вид, такие размеры. Он достаточно крупный и, на мой взгляд, это ее преимущество от радиостанции, так как маленькую радиостанцию, во-первых, неудобно держать в руке, во-вторых, корпус радиостанции является противовесом. И чем он больше, тем больше эффективность излучения антенны этой радиостанции. И в-третьих, в большом корпусе поместятся более крупные источники питания. Источник питания в этой радиостанции три элемента размера АА. В комплекте с радиостанцией дается, соответственно, два набора таких аккумуляторов в упаковке. Две радиостанции и два набора аккумуляторов. Но можно использовать любые другие аккумуляторы такого размера или обычные батарейки. Почему в бытовых ПМР радиостанциях используются не литиевые аккумуляторы, какие-то специализированные, как в профессиональных или в любительских радиостанциях, а обычные пальчиковые аккумуляторы или батарейки. Для того, чтобы взяв такую радиостанцию куда-то в поход, в путешествие, могли в любом месте, в любом магазине купить батарейки или аккумуляторы такого размера. Если бы были здесь какие-то специализированные свои аккумуляторы литиевые, то соответственно их можно было бы купить только у производителя, а не в любом магазине. А такие батарейки можно приобрести в любом месте. В комплект кроме двух радиостанций, двух наборов аккумуляторов входит еще зарядное устройство, подставка сдвоенная. Для того, чтобы заряжать можно было одновременно две радиостанции. Можно конечно же и по одной. Это зарядное устройство питается от USB. В комплекте есть кабель microUSB, но адаптера самого нет, нужно использовать любой адаптер от телефона. Также в комплекте есть прищепки, клипсы для того, чтобы их можно было установить на радиостанцию. Радиостанцию можно было вешать на ремень или еще куда-то. И в комплекте есть инструкции по эксплуатации аж на шести языках, в том числе на русском. Набор функций этой радиостанции, как и у большинства подобных ПМР радиостанций. Есть две кнопки со стрелками вверх-вниз, они позволяют регулировать громкость этой радиостанции. Есть кнопка меню, нажав которую мы можем менять этими же кнопками со стрелками номер канала. Можем нажав эту кнопку в меню еще раз, менять номер субтона. После следующего нажатия кнопки меню у нас происходит выбор типа звукового сигнала, а нажав эту кнопку еще раз мы переходим в режим регулировки чувствительности Vox. Также в этой радиостанции есть режим двойного приема, то есть сканирование двух каналов. И конечно же, есть обычное сканирование всех каналов, которые включаются отдельной кнопкой. При долгом удержании этой кнопки у нас включается функция монитор, то есть принудительное открытие шумоподавителя. На нижней стороне корпуса этой радиостанции есть два больших светодиода. Это фонарик, но светятся они не одновременно два. Один светодиод это белый фонарик, он светится вот таким вот образом и включается отдельной кнопкой. А второй светодиод имеет красный цвет и включается кнопкой SOS вот здесь вот на боковой панели. Кроме кнопки PTT здесь еще есть отдельная оранжевая кнопка. Нажав и удерживая ее, у нас включается режим SOS, в котором радиостанция вот так вот пищит и в динамик, и в эфир, и еще и мигает красным светодиодом. Уж не знаю кому и зачем этот режим может понадобиться, но он в этой радиостанции есть. Как обещает производитель, корпус этой радиостанции очень влагозащищенный и разъемы на боковой стенке находятся под очень плотной резиновой заглушкой. Там два разъема, трех с половиной миллиметровый разъем для подключения тангента или гранитуры, и разъем microUSB для того, чтобы аккумулятор можно было заряжать непосредственно внутри радиостанции, а не устанавливая ее в зарядное устройство. Вот это, кстати, очень удобно. Можно, взяв куда-то в путешествие такую радиостанцию с собой, заряжать аккумулятор от того же самого зарядного устройства, от какого вы телефон заряжаете. Для того, чтобы крышка аккумуляторного отсека прижималась очень плотно для обеспечения влагозащиты, она крепится двумя винтами, которые пользователь должен отвинчивать каждый раз для того, чтобы получить доступ к батарейкам. Эти винты, конечно же, имеют очень крупную шляпку и откручиваются легко. По периметру вокруг аккумуляторной батареи есть резиновое уплотнение, которое плотно прижимается как раз этой самой крышкой и не позволяет поступать влаги вовнутрь именно аккумуляторного отсека. Как видите, у меня сейчас в радиостанции установлены обычные батарейки, приобретенные в магазине, а не аккумуляторы из комплекта, и радиостанция с этим батарейками прекрасно работает. Как всегда, давайте послушаем, как звучит сигнал этой радиостанции в эфире. Слушать будем на FT847, с линейного выхода которого звуковой сигнал вы и услышите. Как собрана и изготовлена эта радиостанция. Мне очень понравилось, если взять корпус в руки и помять его, то ничего не хрустит, не трещит, в общем все элементы очень плотно подогнаны друг к другу. На печатной плате установлены разъемы и внешние элементы, подключаемые с помощью проводов, подключены к разъемам, а не непосредственно к плате, припаяны, что тоже говорит о качестве изготовления этой радиостанции. Есть интересная функция, можно сказать скрытая функция переключения радиостанции с 16-канального режима в 8-канальный режим. Для этого нужно включить питание, удерживая вот эту оранжевую кнопку SOS. После этого радиостанция станет 8-канальной, как обычной ПМР радиостанции. Если провести эту операцию повторно, то она опять снова станет 16-канальной. Еще из аналогичных скрытых функций в радиостанции есть отключение звукового сигнала. При нажатии клавиш для этого нужно включить радиостанцию, включить питание, удерживая кнопку со стрелкой вниз. После этого у нас отключится звук и при нажатии кнопок она пикать не будет. При повторном таком же действии этот звук опять у нас включится. Еще есть третья скрытая функция включить питание, удерживая кнопку меню. При этом у нас будет вот такая вот индикация, вероятно это номер версии радиостанции, никаких изменений в поведении ее после выполнения этой операции не происходит. Конечно, если вы радиолюбители и у вас есть разрешение на работу в эфире, то вы лучше купите любительскую радиостанцию и будете работать во всех доступных вам диапазонах. Или возьмете профессиональную радиостанцию, запишите в нее нужные вам частоты и она будет очень надежная и долговечная. А для тех же, кто не является радиолюбителем, не имеет любительского разрешения, не имеет разрешения на частоты коммерческие, проще всего купить радиостанции ПМР и использовать их для связи в быту, в каком-то небольшом бизнесе, в походах, путешествиях. Вот эти радиостанции 649 с буквой П влагозащищенные, благодаря этому их удобно использовать в водном туризме. Понятно, что если такую радиостанцию или любую другую влагозащищенную радиостанцию положить на дно на неделю, то все равно она протечет и выйдет из строя. Но влагозащита нужна не для того, чтобы радиостанция у нас лежала всегда под водой, а для того, чтобы мы, находясь на воде, в водном походе, в водном каком-то путешествии, туризме, могли не бояться того, что она у нас будет забрызгана или кратковременно упадет куда-то в воду. Упав, она не промокнет и не потонет. Существует такая же радиостанция для американского рынка. Отличается она тем, что работает не в диапазоне ПМР, а в диапазоне ФРС-ЖМРС и имеет выходную мощность 2 ватта, а не 0,5 ватта какой-то радиостанции, так как в диапазоне GMRS разрешена мощность именно 2 ватта. И в меню той радиостанции есть еще один пункт, это переключение мощности, полная или пониженная. В режиме пониженная она также выдает 0,5 ватта. Для своей категории безлицензионные ПМР радиостанции, по-моему, это очень неплохой вариант. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте радиосвязь, радиостанции и в быту, и в различных походах, путешествиях, это очень удобно. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok